Дорогие зрители, добрый день. Мы это чувствуем не только по результатам, хотя это, конечно, самое главное, но и по количеству претендентов на лауреатское звание. При этом научно-творческая география исследований всё расширяется и расширяется. Я знаю, что из присутствующих здесь такие интересные, очень полезные в практическом смысле вещи сделаны. Мне бы, конечно, хотелось с вами сегодня поговорить и по поводу этих, кто занимался морем. И большая волна, да, цунами, да, любопытные, очень интересные и практически главное реализуемые. То же самое касается исследований в области ДНК. Конечно, всё, что связано с этим направлением деятельности, всё, что касается здоровья человека, я так понимаю, что это позволит выйти на какой-то новый уровень разработки препаратов в борьбе со злокачественными и просто с опухолем. Это, конечно, такая практическая, очень важная, существенная вещь. Но я уже не говорю о исследованиях, которые были сделаны в той сфере, которая укрепляет нашу обороноспособность. Это такой зримый практический вклад. В общем, я хочу вас поздравить. К сожалению, вот тогда, когда было запланировано вручение премии, вы знаете, мне не удалось в этом поучаствовать. Мероприятие со изменением графики я только что сказал на встрече с молодыми деятелями искусства. Ну, вы помните, наверное, очень, так сказать, много уделили внимания тогда работе в Минске. Но, тем не менее, я рад, что нам удается встретиться сегодня, тем более в такой неформальной обстановке, когда можно поговорить и по тому, чем вы сейчас занимаетесь, что можно и нужно сделать дополнительно, кроме вручения вам этих значков, и для того, чтобы вы дальше осуществили свои исследования, добивались новых результатов, ну и в целом поговорить о развитии нашей навыки. Пожалуйста, Клуба Катанович. Давайте я по протоколу хочу, давайте я всех поблагодарю. Большое спасибо, на самом деле, за вот это, спасибо и за премию, и спасибо за вот эту вторую возможность. Это действительно очень ценно, то, что администрация президента держит слово, и президент держит слово, нам пообещали, и вот мы здесь. Спасибо вам большое. Это вызывает большое-большое уважение еще, такое человеческое. И я даже ее сейчас не знаю, то есть всем спасибо, я не знаю, повторюсь, то есть я думаю, я выражаю общее мнение. Вот тут цунами нас не захлестировали. А по поводу цунами, тут нам предложили разработать некоторые темы, вопросы к президенту, которые можно было обсудить. Ну, мы сейчас обсудим, бог с ним, с этими темами, которые вам предложили. Есть, есть. Скажите мне то, что меня интересует. Дальний Восток у нас всегда под ударом, это вы знаете. Вы изучали именно цунами или вот эти... У меня это и другое. Вот эти, ну, как бы малоизученные явления, связанные с большими волнами. Они как раз... Вот чему они возникают? Да, да, у меня это и другое. А почему они возникают? В случайном поле любой выброс, всегда есть любой выброс. То есть это вот те самые случайные выбросы, которые есть в поле волн, то есть любых волн. Это может быть и оптическое поле, любое, как экстремальные события. Всегда есть распределение, всегда есть вероятность большого события. Вот это то самое большое событие, которое случается редко, но вероятность не нулевая. И дальше вопрос, как бы, раньше их просто сбрасывали со счетов, но когда вот речь зашла о нефтяных платформах, стало понятно, что риск настолько высок, что про них забывать, в общем-то, нельзя. И отсюда пошло исследование. А они могут возникать в океане или в морях тоже? В морях, в океанах, в любом водоеме. В любом водоеме, да? Там идет ограничение, что должно быть само поле волн достаточно высокое, то есть они определяют как волна в два раза больше, чем средняя волна. То есть если волны сантиметровые, то понятно, что вот эти два раза это будет не тот масштаб. То есть в море это должен быть шторм. И в шторм как раз, то есть у нас есть записи, в Черном море волны убийцы, как раз в Геленджике мерили. То есть вам должно быть интересно. Вот. Цунами тоже в Черном море есть история, причем в основном... В цунами? Да. В Черном море есть история цунами. Она не такая богатая, как... Но это уже из-за землетрясения? Там в основном, там землетрясения, там больше даже оползни, и есть метеоцунами. Это когда проходит фронт, то есть это вот на границе метеорологии, проходит достаточно крутой фронт метеорологический по мелководью. И тогда вот если фронт, вот этот перепад большой, он движется по мелководью, он фактически там резонансное явление, он генерирует волну. Но все равно они возникают во время шторма, да? Убийцы? Да. Убийцы? Нет, не обязательно. Не обязательно? Нет. Вы нас пугаете просто. Убийцы... То есть должно быть в два раза больше, чем вот этот средний уровень. Ну, в три раза редко бывает. Обычно это совсем уже редкое явление. В два раза это все-таки... Ну, вы только что сказали, что, как правило, в шторм возникают эти волны. В шторм у вас фон больше, поэтому и волна будет больше. То есть не в шторм, смотря какую волну вы определяете как опасную. Если вот два метра для купающихся на берегу это опасно, то вот на глубокой воде для корабля 20 метров это опасно. Да, но это уже только в шторм может возникнуть. 20 метров в шторм. Или после шторма. Понятно. То есть вокруг. Это цунами. Это их надо разделять. Волны убийцы и цунами. Ну, ладно. А с цунами, кстати, сейчас я вам скажу, там самое интересное около Крыма. Чего там такое? Самая большая история как раз. И что же? То есть больше всего событий как раз у нас около Крыма. В том числе, когда утонула англо-французская эскадра. Это с этим связано было, нет? Нет, по-моему, нет. Ну, ладно. А вы защищались в Нидерландах, да? Да, абсолютно верно. И какая у вас тема? У меня, знаете, как сказал один журналист недавно, вы самый тяжелый случай из всех лауреатов. Так что я попытаюсь объяснить, чем я занимаюсь. На самом деле, вот сейчас, в этом году оказывается объявлен Международный день света. Так вот, мы занимаемся тем, что мы используем очень короткие импульсы, световые импульсы. Причем эти импульсы короче в миллиард раз, примерно в миллиард раз, чем миллисекунда. То есть вы можете представить, что это очень короткое событие. Представить не могу. Нет, действительно, представить это, наверное, мы не можем. Но они существуют. Так вот, мы хотим использовать эти импульсы для того, чтобы менять состояние различных веществ. И прежде всего магнитных веществ. С одной стороны, это безумно интересная и очень сложная задача. Это вообще настоящий вызов как для экспериментаторов, я экспериментатор, так и для теоретиков. Но прежде всего, наверное, это важно потому, что мне посчастливилось участвовать в таких работах. Мы показали, что, например, используя такие импульсы, мы можем, например, записывать информацию. То есть вот в жёстких дисках мы используем магнитное поле. И можно хранить её потом. Да, да. Вы записали, и она останется. Так вот, вот этот акт записи информации с помощью такого очень короткого лазерного импульса оказывается быстрее, чем с помощью других методов, которые мы сейчас используем. Конечно, мы пока в самом начале пути. То есть мы вообще пытаемся понять, как вообще это происходит, потому что нет практически никакой теории, чтобы это описать. Все эксперименты очень сложные. Но в будущем, возможно, что вот благодаря тем работам, которые мы делаем, у нас будет более быстрая запись информации, например. То есть в разы быстрее, чем сейчас происходит? Ну вот то, что экспериментально показали в той работе, в которой я участвовала, это как минимум чуть меньше, чем в 100 раз быстрее, чем сейчас. То есть пока до 100 раз, наверное, мы не дотянули, но тут есть ещё на чем работать. Поженка. Ну вот проблема-то на самом деле известная, что ДНК – это химическая молекула, которая так или иначе подвергается каким-то повреждениям, а она должна быть стабильной в течение жизни, не меняться. Всю основную функцию – внести информацию. А вот известно, что в день около 10-20 тысяч в одной клетке возникает повреждение. Мы сейчас сидим, каждую минуту 15 штук примерно в каждой клетке. Так они не пугают. Ну, что же с Искандаром? То есть удаляют повреждения. Собственно, защищают. Защищают, да. И работа посвящена была в основном изучению механизмов функционирования этих ферментов. Есть у неё и практическая… Это значит, защитных ферментов, да? Да, да. Как они работают, как они повреждения находят ДНК, что происходит для того, чтобы… То есть перед ферментом, перед белком стоит, в общем-то, сложная задача. Он должен понять, что вот это повреждение, а вот это – это не повреждение. Там очень специфические взаимодействия возникают. И после того, как всё удаётся, повреждение удаляется. А если это не повреждённая ДНК, то ничего не происходит. Так вот, интересный практический момент, что у разных людей… Ну, вообще у разных организмов, система, она может иметь разный уровень активности. То есть какой-то организм может быть настолько хорошо, так сказать, устойчив к повреждениям ДНК. Здесь выступает такой момент, что, например, люди, которые подвергаются каким-то воздействиям… То есть стрессом, скажем так, да? Нет, стресс – это… Ерунда. А вот космонавты, например, они там получают облучение. Есть категории сотрудников, которые на каких-то химических предприятиях работают, у которых тоже ДНК этой химией, грубо говоря, повреждается. Есть онкобольные, которые принимают химиотерапию или лучевую терапию. Эти методы направлены тоже на повреждение ДНК. Ну, опухолевых клеток, но там всё страдает на самом деле. Но так или иначе, значит, повреждения… То есть мы должны, можем сейчас понимать, какой уровень системы, какой уровень активности этой системы у каждого конкретного организма. И делали попытки в сторону поиска соединений, которые позволят влиять на активность этой системы. То есть, например, повышать их активность. Повышать, в случае с космонавтами, да, лучше повышать. А в случае с онкобольными лучше понижать, потому что химиотерапия вносит повреждения, повреждения накапливаются, клетка опухолевая, должна умереть. Система репарации в данном случае борется с лекарством. Если мы в процессе терапии будем активность этой системы понижать, то эффективность лекарства будет повышаться. То есть здесь вот как бы направление работы такое. То есть в целом так, понимание вообще механизма функционирования этого всего и определение активности у конкретного организма и возможности влияния на эту активность. Ну и как-то вы видите перспективу практического применения? Ну и что для этого нужно сделать, чтобы мы вышли вот на... Может быть, нужно как-то... У нас, например, есть соединение ингибитора. Мы нашли ингибитор, который может один из ключевых ферментов приводить к понижению его активности. Он сейчас единственный в мире. На сегодняшний момент американцы его используют в научных работах. Для того, чтобы применять это всё в практике, то есть ближе к медицине, тут, конечно, нужно проводить клинические и доклинические испытания. То есть там ещё следующий уровень работы. То есть до настоящего времени это всё-таки фундаментальное исследование. То есть чтобы в приложение его в практику вводить, тут надо целенаправленно в эту сторону двигаться. Ну я почему спросил, что если нужна какая-то всем не собравшимся дополнительная практическая поддержка и помощь, давайте вот говорим об этом. Нет, у нас есть, мы просто обсуждали как раз внутри сообщества, чего нам не хватает вот для, вот так вот, чтобы вот прямо сейчас и можно было запустить. И есть вещь, которой у нас нет, но она должна быть, и она такое долгосрочное стратегическое направление, это снипы по цунами у нас нет. У нас нет правил на строительство вот в цунами опасных регионах. Причём оно разрабатывалось как раз в 90-е годы, но вот из-за перестройки, из-за всей сломы системы оно не было доведено. Это должно быть под госстроем. Да, да, да. То есть, и тогда были даже инициативные люди, а сейчас как-то то ли инициативы нет, то ли, в общем, не получается это дело как-то форсировать. Здесь есть такие люди, сейчас мы обсудим. Да, то есть, вот это как раз даже есть вот тот черновик, который был сделан в 90-е годы, который не дошёл до применения. То есть, у нас цунами нормы есть, а цунами нормы нет. Да, да, да. По соистине сейчас строят там по 9 баллов, там в том же, при Черноморье у нас и на Дальнем Востоке. Ну давайте поговорим.